Здравствуйте! Вашему вниманию предоставляется лекция на тему коррозии металлов по дисциплине электрохимия. Коррозия – весьма опасное явление. Например, ежегодные безвозвратные потери за счёт коррозии железа, стали и сплавов достигают 10-12% от его добычи из руд. Фактически, каждая восьмая домна работает на компенсацию потерь металла от коррозии. Но коррозия опасна не только общими потерями металла. Она приводит к каварийному разрушению деталей машин, механизмов, сложных конструкций, различных трубопроводов, резервуаров, химических аппаратов. Преждевременно выходят из строя станки, транспортные средства, различное оборудование. Поэтому экономические последствия коррозии неизмеримо выше стоимости разрушенного металла. Как все самопроизвольно протекающие процессы, коррозия возможна при отрицательных значениях изменения энергии гипса, или, иными словами, сопровождается уменьшением свободной энергии системы. В ходе коррозии металлы переходят в соединения, такие как оксиды, гидроксиды, соли, в зависимости от условий. Металлы коррозируют в атмосфере, содержащей влагу, кислород, сероводород, оксиды углерода, азота, серы, а также в жидких средах, таких как растворы кислот, солей. В основе коррозионного разрушения металла лежит процесс его перехода из металлического состояния в ионное. Схему данного процесса вы можете увидеть на данном слайде. То есть происходит окисление металла. В качестве окислителей выступают компоненты окружающей среды. Сопряженную с коррозионной системой окружающую среду называют коррозионной или агрессивной. Таким образом, коррозия является окислительно-восстановительным процессом. Классификацию коррозии можно провести по нескольким критериям. По виду коррозионной среды коррозия подразделяется на газовую, атмосферную, почвенную и жидкостную. То есть кислотную, солевую или щелочную. Другими словами, коррозию в присутствии электролитов. По процессу коррозию подразделяют на химическую и электрохимическую. По характеру разрушения конструкции коррозия делится на равномерную, неравномерную или избирательную. Химическая коррозия происходит путем передачи валентных электронов от металла непосредственно окислителю, содержащемуся в коррозионной среде. Такой процесс окисления металла не сопровождается возникновением электрического тока в системе. Химическая коррозия проявляется при взаимодействии металла с агрессивными газами при высокой температуре, так называемая газовая коррозия, и с органическими жидкими неэлектролитами, коррозия в неэлектролитах. В качестве окислителей при газовой коррозии выступают кислород, пары воды, сернистый газ, сероводород, углекислый газ, хлор и другие галогены. Наиболее распространена коррозия с участием кислорода. Примерами такой коррозии являются разрушение колосников и арматуры печей, лопата газовых турбин, сопел и ракет, угар металлов при их горячей механической обработке. Коррозия начинается с поверхности металла, на которой образуется пленка продуктов коррозии. Так на поверхности стали при нагревании на воздухе образуется тонкий слой окалины. Далее процесс коррозии сопровождается диффузией кислорода через слой окалины к поверхности металла. А в обратном направлении могут диффундировать ионы металла и перемещаться электроны. Диффузия часто является лимитирующей стадией процесса и определяет скорость коррозии в целом. При низких температурах диффузия замедляется и прочная, плотная и хорошо связанная с поверхностью металла пленка оксида вызывает пассивацию металла, так как затрудняет доступ кислорода к его поверхности. Достаточно плотные и прочные пленки могут формироваться на поверхности алюминия, хрома и цинка. Хорошим пассиватором этих металлов является кислород. Существуют также вещества, которые вызывают депассивацию металлов. Так, например, хлор, присутствующий как примесь в атмосфере, разрушает защитную оксидную пленку на поверхности алюминия и усиливает его коррозию. Сплавы железа хром с содержанием хрома до 30% обладают повышенной коррозионной стойкостью. Хром – легко пассивирующийся металл. Он эффективно повышает коррозионную стойкость стали, переведя ее в пассивное состояние. Коррозия в неэлектролитах протекает под действием содержащихся в них коррозионно-активных веществ. Примером может служить разрушение цилиндров двигателей внутреннего сгорания. Их разрушение обусловлено взаимодействием металла не с чистыми углеводородами, а с примесями в них, особенно с соединениями серы, сернистым газом и триоксидом серы, проявляющими коррозионную активность. Электрохимическая коррозия – это разрушение металла в среде электролита при контакте между собой металлов, различающихся по электродному потенциалу, или при электрохимической неоднородности поверхности одного и того же металла. Электрохимическая коррозия встречается повсеместно. Она происходит и в атмосфере, и под водой, также в качестве грунтовой коррозии. Электрохимическая коррозия и ее интенсивность зависят от ряда факторов. Как, например, положение металла в ряду активности металлов. Как правило, чем дальше расположены металлы в ряду напряжения друг от друга, тем выше разность потенциалов между данными металлами, тем больше движущая сила процесса коррозии, и тем быстрее протекает коррозия. Потенциал коррозии – это очень важная характеристика коррозии. Он образуется за счет одновременного протекания на поверхности двух электрохимических реакций и является очень важным понятием электрохимической коррозии. Данный потенциал может быть легко измерен. Также его можно изменить, подбирая металлы. Тем самым можно изменять и скорость коррозии. Следующим фактором относится чистота металла. Замечено, что сверхчистые металлы устойчивы к коррозии. Например, сверхчистое железо намного меньше коррозирует, чем обычное железо. Знаменитая Кутубская колонна в Индии, вблизи города Дели, уже полторы тысячи лет стоит и не разрушается, несмотря на жаркий и влажный климат. Сделана она из чистого железа, содержанием 99,72% железа и весит 6,5 тонн. Высота колонны 7,2 метра, а в диаметре она от 42 см у основания до 30 см у самого верха. Данную колонну, ее изображение, вы можете видеть на слайде. Кроме того, факторами, способствующими электрохимической коррозии, являются дефекты поверхности. Это различные неровности, трещины. Грунтовые воды, морская вода, среды электролита являются очень хорошо проводящими электрический ток средами, что тоже способствует ускоренному протеканию электрохимической коррозии. При повышении температуры происходит ускорение многих процессов. Коррозия не является исключением. При повышении температуры скорость коррозии возрастает. Кроме того, известно влияние микроорганизмов, а именно продуктов их жизнедеятельности, на ускорение процессов коррозии. Термодинамическую вероятность процесса коррозии, как окислительно-восстановительного процесса, можно оценивать по величине ЭДС. Коррозия протекает при положительных значениях ЭДС. В свою очередь, величина и знак ЭДС, так же, как и изменение энергии гипса. Формулу, связывающую два этих параметра, вы видите на данном слайде, зависит от всех веществ, участвующих в окислительно-восстановительном процессе и от условий протекания этого процесса. К условиям относятся концентрация веществ, PH среды, температура. Согласно термодинамическому условию, потенциал коррозирующего металла должен быть меньше потенциала хотя бы одного окислителя, присутствующего в коррозионной среде. Коррозионный потенциал довольно постоянен. Это происходит из-за того, что выполняются условия стационарности электрохимической коррозии. Условием стационарности коррозии является равенство скорости анодной и катодной реакции коррозионного процесса. Наиболее часто встречающимся электролитом для электрохимической коррозии является пленка воды на поверхности металла, образующаяся за счет конденсации паров воды из воздуха. В ней растворяется кислород, а также другие газы и вещества. Растворенный кислород участвует в катодном процессе. Потенциалы данных окислителей вы можете видеть на представленном слайде. Если мы расположим в ряд потенциалы металлов, а также внесем в этот ряд потенциалы типичных окислителей для электрохимической коррозии, то есть водород и кислород, то мы получаем ряд напряжений, из которого становится понятно, что абсолютно все металлы, за исключением золота, должны быть подвержены коррозии под действием растворенного в воде кислорода. И также хорошо заметно, что железо и его сплавы подвергаются коррозии как под действием иона водорода или воды, так и под действием растворенного кислорода. Отсюда становится понятно коррозионная неустойчивость железа. Переход электронов с анода на катод сближает потенциалы электродов, что уменьшает величину ЭДС, гальмонического элемента, порождающего электрохимическую коррозию. Это явление называется поляризацией электродов. Поляризация приводит к замедлению, вплоть до полного прекращения коррозии. Однако в процессе коррозии происходит восстановление потенциала электродов, то есть их деполяризация. Деполяризация катода происходит под действием окислителя коррозионной среды, который принимает на себя избыточные электроны с катода. По характеру катодного процесса различает коррозию с водородной и кислородной деполяризацией. Схему процесса кислородной деполяризации вы можете видеть на данном слайде. При водородной деполяризации в качестве деполяризатора окислителя выступают ионы водорода. В целом процесс электрохимической коррозии с водородной деполяризацией выражается уравнениями, которые вы можете видеть на данном слайде. Водородная деполяризация – основной катодный процесс при коррозии металлов в кислых средах Примерами может являться коррозия железа, цинка, алюминия и ряда других металлов в кислотах типа H-хлор, H2SO4 и других Для некоторых металлов, например магния и кальция, коррозия с водородной деполяризацией возможна и в нейтральной среде С понижением pH электролита скорость коррозии будет возрастать Согласно с механизмом электрохимической коррозии, в коррозионной системе возникают и действуют гальванические элементы В каждом из которых протекают самостоятельные, но сопряженные в общей электрической цепи процессы – анодный и катодный Металл с более отрицательным потенциалом становится анодом Он разрушается, то есть окисляется в процессе коррозии Данное явление, данный процесс вы можете видеть на представленном слайде Ионы металла таким образом переходят в раствор При электрохимической коррозии электроны не передаются непосредственно от металла к окислителю, в отличие от химической коррозии А остаются внутри металла и сообщают аноду отрицательный потенциал Поскольку потенциал катода более положительный, чем анода, то электроны начинают переходить внутри металла с анода на катод На поверхности катода происходит передача электронов окислителю, который будет восстанавливаться. Типичные процессы восстановления, другими словами, водородную деполяризацию и кислородную деполяризацию, вы можете увидеть также в схеме, представленной на данном слайде. Электрическая цепь гальванического элемента замыкается через электролит за счет транспорта ионов. В отличие от гальванического элемента, используемого в качестве источника электрического тока, гальванический элемент при коррозии является короткозамкнутым, то есть в его электрическую цепь не включается какая-либо нагрузка, другими словами, потребитель энергии. Что благоприятствует коррозии? Образование гальванического элемента при коррозии не обязательно связано с контактом двух разных металлов. Существует много самых различных причин возникновения электрохимической неоднородности коррадирующей поверхности металла. Так, например, на поверхности стали могут возникать микрогальванические элементы, в которых анодом служит железо, а катодом – цементит. Феррум-3С – это соединение железа с углеродом. Или даже углерод. Электрохимическая неоднородность сплава проявляется даже на атомном уровне. И элементарные анодные и катодные процессы базируются на отдельных атомах кристаллической решетки. Другой причиной коррозии становится несовершенство кристаллической решетки вследствие появления дислокации и дефектов других типов. Если атом в кристаллической решетке связан с меньшим числом соседних атомов, то он проявляет повышенную склонность к ионизации и переходу в раствор. И даже на поверхности весьма гомогенного металла могут возникать гармонические пары, например, за счет неравномерной аэрации ее различных участков. На данном слайде представлены типичные анодные процессы, которые могут встретиться при электрохимической коррозии. Наиболее нежелателен для практики случай, когда получаются растворимые продукты коррозии, такие как гидротированные катионы, сложные анионы металла, комплексные соединения. Растворяясь в электролите, они повышают электропроводность раствора. И тем самым скорость коррозии остается такой же постоянной величиной. Если в результате анодной реакции коррозионного процесса получаются нерастворимые продукты коррозии, такие как оксиды, гидроксиды, трудно растворимые соли, то такие продукты обычно снижают скорость коррозии во времени и тем самым в большей степени способствуют упорядоченности плотности получаемых продуктов коррозии. Если продукты коррозии получаются рыхлые, неупорядоченные, например, ржавчина на железе, то такие продукты мало уменьшают скорость коррозии и она остается значительной. Если же продукты коррозии получаются упорядоченные, плотные, такие как на сплавах алюминия при атмосферной коррозии, то металл перестаёт корродировать, он пассивируется и коррозия замедляется, а в некоторых случаях и прекращается. В практике часто получаются растворимые или неупорядоченные продукты коррозии, поэтому электрохимическая коррозия будет иметь большую скорость при любой температуре. Состояние повышенной коррозионной стойкости металла, вызванное торможением анодного процесса за счёт образования упорядоченных оксидных, гидроксидных и солевых плёнок, называется пассивностью. Примеры пассивных металлов это титан в кислотах, медь, алюминий и цинк в атмосферной коррозии. Рассмотрим схему процесса электрохимической коррозии железа с кислородной деполяризацией. Растворённый кислород участвует в катодном процессе. Обычно диффузия кислорода к поверхности катода является лимитирующей стадией процесса коррозии с кислородной деполяризацией. Этому способствует и низкая растворимость кислорода в воде. Представим каплю воды на поверхности железа, в которой растворяется кислород. Концентрация кислорода оказывается разной в различных точках объёма капли, что связано с неодинаковой толщиной слоя жидкости, микрорельефом поверхности металла и другими факторами. Участки поверхности металла, покрытые раствором с более высокой концентрацией кислорода, становятся катодом. А те участки, доступ кислорода к которым ограничен, функционируют как аноды. Именно на этих участках происходит разрушение металла. Уравнение данного процесса вы можете видеть на слайде. Около катодного участка электролит подщелачивается. Накапливающийся при коррозии ионы OH- гидроксид иона движется от катодного к анодному участку, где вызывает гидролиз ионов железа 2+. Кислород воздуха окисляет гидроксид железа 2 в гидроксид железа 3. И образуется гидроксид железа 3-х валентного частично. Он отщепляет воду и превращается в бурую ржавчину. Ржавчина имеет рыхлую структуру и не вызывает пассивации аноды. Поэтому коррозия железа после образования ржавчины не прекращается. Железо, углеродистые, низколлегированные стали в условиях электрохимической коррозии необходимо защищать во всех средах, кроме слабощелочных, с PH от 11,5 до 13. В реальной практике конструкции часто выполняются из двух или нескольких металлов. В этом случае возникает так называемая контактная коррозия. Данный случай характеризуется тем, что на поверхности коррозирующей конструкции устанавливается единый потенциал коррозии, лежащий между коррозионными потенциалами отдельных металлов. То есть при контактной коррозии потенциал более отрицательного металла сдвигается в положительном направлении и скорость его коррозии увеличивается. А потенциал коррозии более положительного металла сдвигается в отрицательном направлении, скорость его коррозии уменьшается или он совсем перестает подвергаться коррозии. Рассмотрим механизм электрохимической коррозии при контакте двух различных металлов. На данном слайде представлено лужёное железо, то есть железо, покрытое оловом. В данном случае, согласно ряду электрохимических напряжений металлов, Более активным металлом является железо. И на данном слайде мы наблюдаем, что железо является анодом и происходит окисление атомов железа и переход их в ионную форму. В качестве электролита выступает вода, электроны от анода переходят на катод, в качестве катода выступает олова. И далее на поверхности олова происходит реакция окисления. В качестве окислителя выступает растворенный кислород. Рассмотрим схему электрохимической коррозии для оцинкованного железа. Железо покрыто цинком. В данном случае наиболее активным металлом является цинк. Если мы посмотрим ряд напряжения металлов, то цинк располагается левее железа. Соответственно цинк будет выступать в качестве анода и атомы цинка будут окисляться. Железо выполняет роль катода и на поверхности железа происходит реакция с участием компонентов окружающей среды. В этом случае железная конструкция разрушению не подвергается. В отличие от того, что мы видели на предыдущем слайде. Особенности коррозии металлов при их контакте следует учитывать для выбора конструкционных материалов. Для выбора конструкционных материалов существуют соответствующие ГОСТы и рекомендации. На данном слайде вы видите ссылки на основные из них. По характеру коррозионных разрушений металла различают сплошную равномерную и локальную неравномерную коррозию. Локальная коррозия металлов – один из наиболее опасных видов коррозии. Ее тяжелые последствия наступают при относительно малых потерях массы металла. Например, локальная коррозия химических аппаратов, цистерн и различных емкостей трубопроводов приводит к потере и негерметичности, что создает аварийные ситуации. По характеру коррозионного разрушения различают щелевую коррозию, питтинг – межкристалитную коррозию. Щелевая коррозия представляет собой усиленную коррозию внутри или в непосредственной близости от узкого отверстия или зазора, имеющего ограниченный обмен веществ с окружающей средой. Коррозия усиливается за счет скопления влаги и затрудненности удаления кислых продуктов коррозии, что создает условия для депассивации металла. В случае питтинга разрушаются весьма ограниченные участки металла, что приводит к образованию глубоких поражений, точечных язв или питтингов. Причина такого разрушения металла заключается в следующем. В исходном состоянии металл пассивирован. Под действием активирующих анионов – хлора, брома, йода и других – отдельные участки поверхности металла депассивируются и становятся анодом, тогда как основная поверхность металла выполняет функцию непассивированного катода. В этих условиях анодные участки быстро разрушаются с образованием глубоких питтингов. Местные понижения стабильности пассивной пленки могут быть связаны с неоднородностью состава, дефектами структуры сплава. Например, возможны местные понижения содержания основного пассивирующего компонента, например, хрома, в коррозионную стойкость стали или включение в ее состав дополнительного компонента, кремния и другого материала, выход на поверхность металла границ раздела зерен и тому подобные ситуации. Межкристаллитная коррозия – избирательная коррозия пограничных слоев микрокристаллов зерен металла. По границам зерен могут выделяться фазы, обогащенные некоторыми компонентами сплава, а вокруг них будут формироваться зоны твердого раствора, объединенные с соответствующими компонентами. Это приводит к электрохимической неоднородности на участках границ зерен. Межкристаллитной коррозии часто подвержены нержавеющей стали. В их структуре на границах зерен образуются корбиды хрома, а прилегающие к ним зоны объединяются по хрому и в первую очередь разрушаются при контакте с коррозионной средой. Результатом межкристаллитной коррозии являются ослабленные связи между зернами, что приводит к резкому ухудшению пластичности и прочности сплавов. Металл, подвергшийся межкристаллитной коррозии, может сохранить первоначальный внешний вид, но при механических нагрузках способен превращаться в порошок. Специальные названия имеют некоторые виды коррозии, протекающие по электрохимическому механизму, такие как почвенная, электрокоррозия и коррозия под напряжением. Их мы рассмотрим на следующих слайдах. Электрокоррозия представляет собой коррозионное разрушение подземных сооружений под действием блуждающего электрического тока. Источником такого тока являются установки, работающие на постоянном токе, электротранспорт, сварочные аппараты и тому подобное. Если электрический ток встречает сопротивление, например, на участках стыков рельсов, то часть его уходит в почву, обладающую электропроводностью. Возникает блуждающий электрический ток, радиус действия которого может достигать нескольких десятков километров. Если на его пути встречается металлический трубопровод или какое-либо сооружение, обладающее пониженным сопротивлением прохождению тока, то ток входит в металл и, пройдя по нему некоторый путь, возвращается в почву. Участок входа электрического тока в металл при коррозии становится катодом, а выхода – анодом. Разрушение металла происходит на анодном участке. Коррозия под напряжением возникает при одновременном воздействии на металл коррозионной среды и растягивающих напряжений. При напряжениях выше критического значения происходит ускоренное образование коррозионных трещин. Этому процессу способствуют газы сероводород и углекислый газ, содержащиеся в коррозионной среде. Именно в вершинах трещин, характеризующихся малым радиусом кривизны, концентрируются высокие напряжения, что приводит к разрушению изделия из металла. Коррозия под напряжением свойственна многим сплавам, включая коррозионостойкие стали. Под действием переменных циклических напряжений проявляется коррозионная усталость металлов, приводящая к их хрупкому разрушению. Коррозионная среда усиливает эффект усталостного разрушения металла. Особенно неблагоприятно для металла присутствие в коррозионной среде поверхностно-активных веществ, склонных к отсорбции и расклинивающему действию по микротрещинам. Хрупкое разрушение свойственно многим металлам, включая и пластичные металлы. Почвенная коррозия представляет угрозу для подземных сооружений, металлических опор, сва и трубопроводов. Коррозионную среду создает почва, обладающая влажностью и нередко повышенной кислотностью. Такая среда имеет высокую электропроводность, что способствует повышению скорости коррозии. Почвенная коррозия усиливается за счет жизнедеятельности микроорганизмов и поступления в грунт кислорода из атмосферы. Процесс аэрации. Наиболее интенсивно коррозия протекает в болотистых почвах, которым свойственна повышенная влажность. Специфическим видом коррозии является биокоррозия. Разрушение металлов при биокоррозии вызывают микро- и макроорганизмы, а также продукты их жизнедеятельности. За счет микроорганизмов, способных развиваться в нефти и нефтепродуктах, происходит биокоррозия оборудования на нефтепромыслах. Используемые для покрытия металлов лаки, краски, полимеры, резина и другие органические вещества, нередко становятся средой для существования низших грибов и бактерий. Продуктами их жизнедеятельности могут быть кислоты, которые понижают pH коррозионной среды, что способствует прохождению процесса деполяризации при электрохимической коррозии. В условиях недостатка кислорода, анаэробные условия, процесс коррозии могут поддерживать сульфаторедуцирующие бактерии. Само явление водородной деполяризации в кислых средах является достаточно нежелательным. Это явление сопровождается выделением атомарного водорода, который, проникая вглубь металла, вызывает его наводороживание, что в свою очередь ухудшает механические и технологические свойства металла. Металл становится более хрупким и плохо сваривается. Коррозия с водородной деполяризацией сопровождается выделением также молекулярного водорода, который отрывает защитные покрытия, лакокрасочные, битумные, полимерные, что усугубляет дальнейшую коррозию. Если коррозия с водородной деполяризацией, то одновременно происходит и коррозия с кислородной деполяризацией. Поэтому коррозия в кислых средах является наиболее опасной. Защита металлов от коррозии является важным направлением снижения потерь металлов, понижения аварийности и повышения сроков эксплуатации механизмов, машин, трубопроводов, химических аппаратов, металлических конструкций. Несмотря на то, что защита металлов от коррозии требует немалых экономических и материальных затрат, в целом она дает большую экономическую выгоду и социальный эффект. Способы защиты металлов от коррозии весьма разнообразны. В целом они направлены на повышение термодинамической стабильности металлов в окружающей среде и понижение скорости процесса коррозии. Основные пути решения этой задачи – это выбор металлов и сплавов, обладающих повышенной коррозионной стойкостью в условиях эксплуатации, создание на поверхности металлов защитных слоев, обеспечивающих их пассивность, нанесение на поверхность металлов защитных покрытий, удаление из коррозионной среды коррозионно-активных компонентов и введение в нее ингибиторов коррозии. Также наиболее важным является применение электрохимической защиты. Повышение термодинамической стабильности коррозионной системы может быть достигнуто за счет применения металлических материалов с повышенной коррозионной стойкостью, например, нержавеющей стали. Более подробную информацию и сведения о сплавах и условиях эксплуатации можно найти в справочной литературе. Нанесение на поверхность металлозащитных слоев и покрытий один из наиболее распространенных методов защиты металлов от коррозии. Используются защитные покрытия на органической основе, многокрасочные и полимерные, на неорганической основе, оксидные, фосфатные, хроматные и другие металлические разных типов. Защитные покрытия сильно различаются по толщине от очень тонких пленок до толстых оплаток толщиной в несколько миллиметров, которые называются футировки. Металлические защитные покрытия наносят гальваническим методом или распылением расплавленного металла. Если металл покрытия имеет более отрицательный электродный потенциал, нежели защищаемый металл, то такое покрытие называют анодным. При образовании гальмонической пары в процессе коррозии идёт разрушение металлопокрытия. Примером анодного покрытия является оцинкованное железо. Данный пример мы рассматривали на одном из предыдущих слайдов. Покрытие менее активным металлом, катодное покрытие, создаёт условия для коррозионного разрушения основного металлоконструкции при нарушении целостности защитного слоя. Примером катодного покрытия является лужёное железо. Данный пример вы также видели на одном из предыдущих слайдов. Кроме того, существует анодное оксидирование, анодирование, нанесение на поверхность металла слоя оксида с помощью электролиза. Роль анода при электролизе выполняет самообрабатываемое изделие. Анодирование обычно подвергают сплавы на основе лёгких металлов. Таким является алюминий. Методы обработки коррозионной среды предусматривают, например, обескислоруживание воды, поступающей для питания паровых котлов, применение ингибиторов замедлителей коррозии, как для жидких, так и для газообразных сред. Летучие ингибиторы. Ингибиторы подразделяют на адсорбционные и пассивирующие. Первые из них образуют на поверхности металла адсорбционную плёнку и замедляют электродные процессы, сопровождающие коррозию. Пассивирующие ингибиторы переводят металл в пассивное состояние за счёт образования на их поверхности защитных плёнок, например, оксидных или гидроксидных. Ингибиторы коррозии вводят в небольших количествах в агрессивную среду, смазку или паковочный материал. Этот метод защиты металлов от коррозии широко используют машиностроение, приборостроение, нефти и газодобывающей промышленности. Электрохимическая защита металлов от коррозии основана на эффекте поляризации, то есть сдвиге электродного потенциала электродов, который создают за счёт внешнего источника постоянного тока. Это катодная защита. Пример катодной защиты и схема вы можете видеть на одном из рисунков на слайде. Или путём соединения защищаемой конструкции проводником с жертвенным анодом, то есть протектором. В обоих случаях защищаемый металл становится катодом, что предотвращает его разрушение при коррозии. Поэтому катодную и протекторную защиту иногда относят к одной группе методов защиты – катодной. При катодной защите защищаемый металл присоединяет к катоду, отрицательному полюсу внешнего источника постоянного электрического тока. Потенциал металла сдвигают таким образом на 50-200 мВ в отрицательную сторону от его стандартного значения. При коррозии он становится катодом и не разрушается. А к аноду положительному полюсу внешнего источника тока присоединяет металлолом. Он и разрушается при коррозии. В качестве протектора обычно выбирают металл, имеющий более отрицательный электродный потенциал, чем металл, защищаемый от коррозии. Специально созданная электрохимическая пара работает при коррозии таким образом, что защищаемый металл становится катодом, а протектор – анодом. За счёт создания галлионической пары коррозию переносят на протектор – вспомогательный электрод. Например, магниевый протектор стоит значительно дешевле, чем морское судно, трубопровод или какая-либо конструкция. Его периодически заменяют по мере его износа на новый протектор. Применяемые методы защиты металлов от коррозии весьма разнообразны. Для каждого конкретного случая стремятся выбрать наиболее эффективный. Однако следует иметь в виду, что любые из них не дают полной гарантии защиты. Вместе с тем степень защиты может достигать от 80 до 90% в случае электрохимических методов. Продолжение следует...